Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 12 апреля и сейчас хочу рассказать про двери и форточки открывания-закрывания, потому что это самые тоже часто задаваемые вопросы в ранний весенний период. Нужно ли открывать двери в теплице для проветривания? Вот, например, так рано, в апреле или в мае. Очень сложно выработать вот такой алгоритм действий, который можно посоветовать кому-то другому. Конечно, я сейчас открываю. Вот мы сегодня утром встали. У нас минус 2 было утром. Было минус 2. Захожу, здесь всего 8 градусов и все у меня закрыто. Конечно, все было в конденсате, вот прям капли вот такие жирные висели и хотели упасть туда. Я ушла на какое-то время, потом выглянуло солнце, буквально через час. Я пришла и, несмотря на то, что земля была еще замерзшая там на улице, но выглянуло солнышко и здесь быстро поднялась температура до 25-30 градусов. Оно прям вот на глазах ползет термометр. Ясно, что я начала все открывать. Открыла сначала ту форточку, потом вот ту, которая сзади у меня находится. И вот такое вот проветривание. Но этого стало все равно недостаточно, потому что утренний минус закончился. И у нас вот сегодня на улице плюс, там плюс 7, по-моему, плюс 7, плюс 8. И еще когда солнце. И очень-очень быстро температура даже при двух открытых форточках поднимается снова. Вот я сейчас зашла, две открытые форточки. 28, по-моему, 27-28 градусов. Это с учетом, что у меня уже минут 10 вот эта дверь настишь открыта. Мне приходится приходить и на какое-то время открывать. Вот дверь открываю кратковременно, чтобы вот эта жара, как из духовки, она выйдет. А у нас сейчас ветрено, не очень тепло на улице. И открытую дверь постоянно я оставить тоже не могу. Вы понимаете, если 8 градусов, очень быстро температура сравняется, что на улице, что там. И сложнее всего, когда переменная облачность. Я вот сейчас проветрила, ушла, час посидела, солнце как только спряталось, если обе форточки открыты и солнца нет, сразу вниз температура идет, 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 может выровняться, ну как, до 10 опять опуститься. Все, рассказ сумбурный, но что хочу я сказать, вот подвести итог и сказать. Конечно, проветривать нужно, потому что вот этот конденсат, вот это всеобщее состояние очень повышенной влажности, это вот та самая благоприятная среда, от которой у нас начинаются беспроветривания. Различные грибковые заболевания могут возникнуть. И вообще помидоры любят вот это проветривание. А особенно хочу особое внимание привлечь тех, у кого цветущая рассада. Если рассада цветущая, то беспроветривание, она немножко хоть вот так будет у нас колыхаться, беспроветривание, плохое опыление. То есть недостаточная будет, неполноценная завязываемость. Возможно, если они будут тут в большой повышенной влажности, то пыльца томатная, она при повышенной влажности как бы делает такая, слеживается. Теряется пучесть, вот так точнее. Она теряется пучесть. И вроде бы все условия прекрасные, грунт прекрасный, рассада хорошая. А мы видим, что цветочек отсвел и упал. И мы не можем понять, из-за чего. Возможно, одна из причин, недостаточная проветриваемость, большая влажность теряется качество пыльцы. Вот те, у кого уже цветет рассада, даже если она не высажена, стоит, например, в стаканах, но уже зацвела, лучше, чтобы она проветривалась. Она хотя бы тогда какие-то завязи лишние сделает. Ну, сформирует там горошинку, с которой вы высадите, возможно, и превратится она потом в помидорку. Все, проветривать нужно, но при проветривании, конечно, нужно следить, чтобы и не переохладилась. И тут сложнее всего тем, у кого теплицы далеко от дома, хорошо мне, я как наседка с ними. Вы уже поняли, что я пришла, ушла, пришла, ушла. За день могу сделать вот этих вот ходок в дом туда-обратно 20-30 раз. 30 раз, потому что каждое изменение... Вот сейчас пока с вами говорили, видите, солнце ушло. Солнце ушло, если я сейчас уйду, оставлю открытые форточки, тут очень-очень быстро будет прохладно. А почему я боюсь, что будет прохладно? Томатам это ничего страшного нет. Я боюсь из-за того, что у нас низкие ночные температуры, и хочется сберечь, как можно больше тепла вот этого, что солнцем тут нагреется. Как только выстужу я эту теплицу, все, тепла уже не будет. И вот это вот как две стороны медали, и жарко не хочется, потому что им плохо, и прохладно не хочется. Видите, как помидоры ковышутся на ветру? Это хорошо, они прям вот так вот. Когда проветривается, хорошо теплится, обычно никаких грибных заболеваний. Все здесь сухонько, все хорошо. Умеренно влажный грунт, тут проветривание, и очень хорошая, комфортная вот такая у них тут среда. Все, про проветривание я ответила. Обязательно, несмотря на то, что апрель это или май это, несмотря на то, что на улице холодно, выбирайте период, когда можно открыть, проветрить. Тогда более-менее подходящая температура проветривайте, снова закрывайте. Тут про автоматические форточки в прошлый год беседовали, что установите и без проблем. Но лучше меня никакая форточка не откроет. Я вот сначала дверь, видите, открыла, подержала какое-то время, тут же закрыла и ушла, чтобы и не выстудить, и лучше я еще 10 раз приду, но сделаю так, чтобы автоматом было хорошо. Все, до свидания. Продолжение следует...